Постигая русскую Арктику, под таким названием в 2015 году пройдет седьмая по счету научно-исследовательская экспедиция Арктический плавучий университет на судне профессора Молчанов. Арктика и приполярные регионы остаются уникальными территориями для развития диалога между учеными из разных стран мира. На данный момент исследователи из Испании, Нидерланд, Германии, Норвегии, Канады, США подали свои заявки для участия в этом проекте. Всего в рейс отправится 56 человек. Среди них и младые талантливые исследователи, которые прошли отбор на Селегеровском образовательном форуме «Экспедиция Арктика», где были смоделированы суровые условия жизни ученых на полярной станции. В общем, это наш источник тепла, он дает нам постоянную температуру в нашей палатке, включается раз в пять минут, и благодаря нему мы еще не замерзли и живы здесь. В предстоящей экспедиции будут уже корифеи морских научных рейсов. Учебная практика в условиях арктических морей меняет не только отношение к науке, но и к жизни. Наверное, первый плавучий университет определил мою дальнейшую карьеру, потому что на данный момент я являюсь магистрантом первого курса магистровской программы управления экологическими рисками в Арктике. Экспедиция дает себя почувствовать одним человеком части огромной команды. И это не случайно, ведь проект Арктического плавучего университета ставит в этом году задачи, которые важно решать методом мозгового штурма, совместной работы ученых разных научных направлений. Исследовательская программа рейса включает комплексный мониторинг изменений растительного покрова арктической тундры в условиях изменения климата и изучение историко-культурного наследия территории Национального парка «Русская Арктика». Это даст оценку степени загрязнения островных территорий и позволит ученым выявить видовое разнообразие животных организмов и популяции на архипелагах «Новая Земля» и «Земля Франции Иосифа». Проектом демонстрируем и будем демонстрировать в том, что научно-образовательное пространство – это как раз та территория диалога в Арктике, где ученые из разных стран, несмотря на то, что творится в других уголках мира, могут встречаться и совместно конструктивно работать с решением для всех нас общих глобальных проблем. Помимо рейса плавучего университета, ученые Северного Арктического Федерального Университета примут участие в экспедиции на острове Белый, организованной Российским Центром Освоения Арктики и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Дело в том, что, к сожалению, плавучий университет напрямую в этом году не сможет поучаствовать в проектах на острове Белый в связи с тем, что экспедиция будет в июле, а ледовая обстановка в Казском море в июле все еще очень тяжелая. То есть, собственно, острове Белого в районе Ледвинового поля будет находиться. Но, тем не менее, университет очень активно у нас сотрудничает с ямальскими учеными. В Ямале существует Российский Центр Освоения Арктики. И с этим Российским Центром Освоения Арктики мы активно работаем. Ученые поедут через Салихард и дальше, соответственно, вертолетом будут забрасываться на вот этот остров для проведения исследований в течение всего теплого сезона. А плавучий университет в этом году планирует посетить Арктические архипелаги и базы национального парка «Русская Арктика» с целью проведения анализа состояния арктического социума. Ученым предстоит ближе познакомиться с социальными группами, проживающими и работающими на арктических территориях. Но помимо традиционных исследовательских блоков, на сотне профессора Молчанов появится еще один блок – блок арктической медицины. Ученые будут отслеживать изменения физического состояния участников экспедиции на протяжении всего рейса. Международный рейс Арктического плавучего университета «Постигая Арктику» отправится из Архангельска 1 июля и продлится 20 дней. Анна Баданина, Петр Меньшиков, Артем Юдин, Медиа-центр «Сафу», Арктический мост.